Меня зовут Елена Быковская, я являюсь участницей Воронежского научно-практического общества соционики. И сейчас я вам представлю доклад, тему которого построение интертипных отношений в малых группах. Применение соционического анализа для эффективной работы группы учеников в начальной школе, изучающей английский язык в частной школе. Данная работа была проведена в ответ на мой запрос два месяца назад. Я являюсь преподавателем английского языка и веду группы с детьми разных возрастов. И ниже будет рассмотрена самая неэффективная группа в моей практике. Количество учеников в ней 9, возраст от 7 до 9 лет. В данном составе группа занимается у меня уже второй год. Основная проблема в группе – это обучаемость, низкая обучаемость к языку, плохая дисциплина, плохая концентрация внимания и недостаточная мотивация на обучение языка. Для ответов на мои вопросы в данной работе мы ставили перед собой следующие цели и задачи. Определение типа информационного метаболизма всех участников группы, включая преподавателя, создание моделей интертипных отношений учеников и учителя с целью выявления проблем информационного взаимодействия и разработка комплекса рекомендаций для повышения эффективности обучающего процесса. В начале работы мне было предложено описать моих учеников, дать им характеристику, оценить их отношения внутри группы и со мной, что я и сделала в этой таблице. Результаты вот вы видите перед собой. В данной работе использовались модель типа информационного метаболизма Аушера-Агусте-Новичуте, модель А, аспектно-дихотомический метод определения ведущих информационных аспектов и психических функций человека в парах, сенсорика, интуиция, логика, этика, экстраверсия, интроверсия, рациональность и рациональность. Основа на анализе данных, полученных от наблюдений, интервью, тестов вопросников, рисуночных ситуационных задач авторов Букалов и Карпенко, Международный институт социологии Киев-Украины. По типу по Букалову-Гуленко, доминантный, креативный, нормирующий, гармонизирующий. По типу по Берну-Букалову, я-теануани, плюс-минус. Таблица и характерно-тотипных отношений. Характеристики информационных аспектов в функциях модели А для рекомендаций о мотивации установки на вид деятельности и прочие методы. При этом в данной работе определялись базовые функции и аспекты в группе детей начальных классов. Были использованы следующие методы. Экспериментальный метод исследования физиологических функциональных систем человека по Криво Юрию Алексеевичу, соответствующий соционическим аспектам функций. И тест проводил Юрий Алексеевич Криво. Аспектно-диктомический метод по Букалову-Гуленко с помощью специальных вопросов в видеоинтервью. И проводила его Елена Талия Евгеньевна Криво. Здесь вы видите фотографии фрикционного теста и видеоинтервью. Рассмотрю видеоинтервью. Мною было получено согласие родителей на проведение видеосъемки и проведение фрикционного теста. Я записала видеоинтервью по заранее составленному, адаптированному для детей начальных классов опроснику. В результате этих исследований были определены типы информационного метаболизма всех участников группы и результаты приведены в паблице. Вот здесь, собственно, что хотела обсудить. Что вот зеленым Наталья подсказала, что то, что у нее непосредственно совпало фрикционный тест и по Букалову-Карпенко, то, что она смотрела видео. А вот красным, это она написала то, что она неправильно определила или не смогла определить вот это. Вот это стоит оставить? Или как это сделать? Вот так. Но тогда... Надо рассказать. Об этом надо сказать, получается, да? Что зеленым цветом... Тут уже результаты написаны. Тут не методы материала. Слайды заглавлены методами материала. Это же результаты. Ну, кстати, да. Так что, нет, пометь это в этот слайд. Я помечу, значит. Значит, это результаты. Это результаты или анализ. Правильно? Анализ. Ну, не результаты или анализ, как и так надо. А анализ результатов нельзя? Нет, нет, это просто результаты. А, просто результаты. Значит, здесь надо сказать о том, что... Вот мы, видите, значит, мы видим, что сходимость по определению есть и типов, и надо посчитать сходимость по определению аспектов. Мы же определяем, значит, аспекты в первую очередь. Вот. И сходимость по аспектам, она, конечно, и статистически будет превышать сходимость по определению тима. Вот. Но для решения практических задач нам не всегда необходимо знать прям тим. Нам достаточно знать его какие-то ведущие функции. Вот. Какой еще можно сделать вывод на, вот, после, когда мы видим эти результаты? Да, то, что, ведь это сложное очень было проведение, потому что один человек снимал видео, а другой потом это снятое видео анализировал. Надо пометить, что видео, ну, как сказать... Да, значит, надо сказать, то есть, что сам по себе такой метод анализа, не прямой, а вот такой, что он несет в себе ошибку, что погрешность, что вероятность ошибки значительно выше будет, чем когда интервьюер непосредственно общается с интервьюером, а не анализирует его видеозапись, полученную там каким-то другим интервьером. Это может иметь отношение к анализу людей, видеозаписи, интервью которых мы видим по телевизору, или там, ну, знаменитостей, там многие анализируют и оценивают по-разному, значит, соционики. Это нормально. Сам метод, этот, в самом методе кроется меньшая вероятность, значит, определения. Вот это вот, вот эти, вот то, что я сказал, вот эти выводы, прям здесь их надо будет сказать, потому что... Потому что люди сделают, исходя из этого, совершенно другие выводы. Ну, что, ребят, ну, вы идите, учитесь на кошках, понимаете, то есть, это надо все рассказать. Рассказать и даже сделать бы отдельный слайд, потому что мы им очень серьезную тему, если мы это не скажем, не объясним, то закидают помидорами и будут неправы, когда закидают помидорами. Ну, тогда что? Мы скажем, что данный слайд показывает, ну, как сказать, результаты, а также сходимость результатов. Я хочу сказать, что у нас целью не было проведения сравнительного метода. У нас целью была нормализация работы в группе. А то, что мы проводили при этом сравнительную характеристику, это был дополнительный плюс, ну, дополнительный какой-то, который мы могли бы, ну, можем получить из этого. Поэтому, я считаю, надо вообще преобразовать эту презентацию и убрать вообще упоминание о том, что анализировалось еще и вторым методом. Флексионным, в смысле? Нет, наоборот. Видео. Видео, да. Убрать вообще полностью из этой презентации и по этому поводу надо делать отдельную презентацию, где мы будем про это рассказывать. То есть получается, что мы здесь только флексионным тестом? Можно упомянуть о том, что был проведен очень сложный вот это вот видео с хорошими результатами, но это отдельный материал, мы материал по этому готовим и сделаем. Там аналитический, это очень сложная вот эта вот вещь, ее просто так вот промеже этих самых пускать нельзя. Это будет отдельная презентация на 20 минут, где надо будет это все рассказывать. То есть я могу просто убрать это? Вот это все убираем и Наташу оттуда убираем. Все, и вообще убираем, что второй был. Вернее, ну мы можем написать, что просто был второй, все. И напишем здесь по криво, там не по криво, все. Какие типы были определены? Нет, ну все равно же надо будет, наверное, метод объяснить, как мы определяли. Или не обязательно об этом говорили? Нет, ты меня не поняла. Не поняла. Ну ты же там рассказала, какие методы применялись. А, ну понятно. Ну зачем тебе? Нет, ну тогда там были... У тебя презентация не о методе определения, у тебя презентация о том, что произошло. А, ну согласно. Что мы каким-то образом определили, а там несколькими методами... Ну каким, ты же сказала, чем ты пользуешься. Все. Здесь тебе было писать, что это определено было там по криво, не надо. Вот это вот тоже можно все убрать. Все, просто какие были типы, какие подтипы и все. Там вверху было сказано, что двумя методами и все. Все понятно, хорошо. Так. А, вот, собственно. Интервью проводилось в течение 10-15 минут. И... Это куда идти? Да. Ну это можно было сюда скорее сказать, наверное. Ну, вот единственные выводы уже пошли, что... Ну, а что здесь? А, ну это просто я пока сказать, что... Там в чем была идея, что вот... Нет, где там? Такие вот большие громоздкие описательные методы, да, просто описание человека с помощью соционики, с помощью методов и инструментариям соционики превращаются в более лаконичные, понятные... Вот поэтому то, что ты говорил, тот слайд мы переместим. Он там не нужен совершенно вверху, он нужен будет вот здесь. Это ты скажешь... И даже вот с помощью соционики можно наносить информацию без слов. С помощью... Да, с помощью значков. А потом ты, потом ты вот эту свою картинку, где для... напишешь... Вот табличка соционическая, которая получилась, вот описание словами соционическое, ну, психологическое такое, оно достаточно большое. Смотрите, можно вот так или насколько ёмко. Там бы слов ещё много-много написать объясняющих. А вот смотришь со значок и сразу понимаешь, а смотрите, сколько я написала, описывая, значит, каждого из этих людей и вот эту таблицу. Её не надо читать, ты так говоришь, она только для сравнения объёма информации, вот. Вот. И то я написал только там лакомично, скажем так, по этому поводу. Вот. И дальше уже... И дальше говоришь, вот я дальше буду рассматриваться вот этими значками, пользуюсь в основном значками соционикой. Вот тебе и дальше надо вести это. Значит, что у нас получилось? Преподаватель, ну, собственно, я сенсорно-этический, интровертный и рациональный. Ну, я могу сказать сенсорно-этический, интроверт. Интровертный и рациональный, конечно. Ну, так просто. Или говори сенсорно-этический. Тип преподаватель, ну, или как, как лучше сказать, мой тип как преподаватель? Рассказывай, как хочешь. Не надо, нет, зачем? Ты просто говори, не говори, что это я. Просто, ну, и встретим лица о себе. Вот учитель такая-то, такая-то. Забудь о том, что это ты делала. А, ну, хорошо. Вот учитель. Кто вспомнит это, можешь там поумыбаться, сказать, это я. Я, да. Ну, хорошо. Интровертный и рациональный, начинающий, не реагирующий на изменения. Я, ты, я. Ну, все плюсы. Вот, кстати, это нужно, Наташа сказала, проверить, потому что она не знает точно, плюсы у меня, минусы или что. А я, ну, хорошо проверил, да? Не вопрос. Ну, может так оставить, я думаю, кому это интересно. Ну, да проверим, давай. Правильно. Вот. Значит, какие были получены результаты? Семь человек из десяти имеют отношение внутри одной квадры. Ну, это вот когда мы изменим, конечно, это изменится, получается. Ну, ничего не скажешь, да. Говори. Сколько человек из десяти имеют отношение внутри одной квадры, то есть тождественные, дуальные, активационные, зеркальные. Симметричные отношения. Казалось бы, все хорошо, но есть и неблагоприятные отношения. Вот они представлены в этой группе. На этом слайде, точнее. Что? Здесь мы. Скажу уже сразу. Мы стали рассматривать вот все это сквозь призму того, что нарушено в группе. Нарушено были, значит, эмоциональной, этикой была нарушена. Значит, белая этика и очень звонко и громко все было. Значит, были эти самые. Если громко, то это волевая сенсорика, значит, ее было много. Ну, в основном отношения, значит, это эмоциональности именно по каждому. Вот. И то, что, значит, нарушено было, собственно говоря, передача знаний. Вот. Я не могу, надо, знаешь, уточнить все-таки. Вот знания. Мы как что определяем? Какой значок? Знания. Как интуицию. На моем, собственно, знания – это умение не только… Потому что иногда приходишь к преподавателю знания, для него эту контрольную работу написал на пять. У меня знания – это умение говорить на языке. То есть умение ориентироваться там, например. То есть это вот, в принципе, говорение. Моя цель – это научить ребенка говорить в конечном итоге. Ну, вот, как бы коммуникативный подход реализовать. То есть это у нас что будет? Это отношения, получается. Этика отношений. Почему? Почему? Ну, у тебя чего не могли сказать? У тебя слова просто не знали. Нет, почему? Они… Ну, просто вот у них ничего не запоминалось. По большому счету… Ну, память – это интуиция. Ну, да. Ну, чего было много? Эмоций было много? Ну, да. Слишком много эмоций хотя бы больших. Ну, для меня получается. Ну, вообще, да. Я в этой обстановке не могла… Ну, я, например, считал, что у тебя там… то есть фактический материал они не замечали. Ну, да. Деловую логику они не замечали, понимаешь?